22 июня в день памяти и скорби в павильоне номер 14 Азербайджан в ВДНХ была проведена презентация книг. Азербайджан в Великой Отечественной войне, автор-составитель Алиев Гашим Мамед Джафар Аглы, заместитель председателя правления Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области и книга Ферангис и Ханлар. Автор Татаренко Виктор Титович. Организатор мероприятия Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области. В приветственной речи открытие мероприятия председатель правления Эрнка Моэльшан Ибрагимов предложил минутой молчания почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне. Затем был показан фильм «Азербайджан в Великую Отечественную войну», после которого выступил Алиев Гашим, который рассказал о том, что книга издана на средства субсидии правительства Московской области, выданные Эрнка Мо. Составить такую книгу задумал давно, при этом прочитал все аналогичные имеющиеся книги, но решил ставить ударение именно на раскрытие роли бакинской нефти. А также вкладе о героическом труде всех жителей Азербайджана, но особенно предприятий Баку. Особое место в книге заняли материалы доказывающие, что несмотря на то, что Баку не был фронтовым городом, но в тылу были достигнуты большие победы и результаты. Самоотверженный труд в три смены с преобладанием применения на заводах, фабриках, полях. Стариков, женщин и подростков отражено на обложке фото работы женщин-азербайджанок, заменивших своих отцов, мужей, братьев, ушедших на фронт, на нефтяных промыслах. Ударный труд тружеников сельского хозяйства, заводов, перепрофилированных на производство вооружений, снарядов, патронов, в короткий срок были развернуты и успешно работали 89 госпиталей, вернувших фронту более 500 тысяч раненых. В неимоверно труднейших условиях нехватки специалистов, более 5000 высококлассных специалистов были эвакуированы вместе с заводами и оборудованиями на Урал, по Волжье и Сибирь. Десятки раз повысилась нагрузка на морской и железнодорожный транспорт Азербайджана, выросла и в связи с мощным потоком грузоперевозок по международному проекту LandLis. В книге подробно указаны достижения азербайджанских ученых геологии, поисков новых месторождений углеводородов в нефтехимическом производстве по переработке нефти. Именно технологии академика Юсиф Мамед Алиевым получение высокооктанового авиационного бензина, крайне необходимого фронту, а также рецепта популярного коктейля Молотова в производстве продукции нефтяного машиностроения, а также инновационные работы других ученых, инженеров и специалистов. Сегодня 22 июня 22 года, день скорби и памяти с началом Великой Отечественной войны. 81 год тому назад началась Великой Отечественной войны. Немецкие войска в Турокресной территории СССР. В этот день в выставочном комплексе ВДНХ мы сегодня провели два грандиозных мероприятия. Первое мероприятие – это презентация книги «Азербайджан. Великой Отечественной войны» 1941-1945 годы. Автором, составителем которого является я, Алиев Гашима Меджафароглы, зампредседателя региональной национальной культурно-автономии азербайджанцев в Московской области. Я хочу отметить, что эта книга была составлена мной, но издана на средства субсидий правительству Московской области, выданной нашей общественной организацией. Эта книга выпущена в ноябре прошлого года. И еще в декабре были сделаны три презентации в Подмосковье в трех городах. Сегодня здесь, в центре Москвы, в ВДНХ, мы еще раз эту презентацию книги провели. Значит, книга интересна тем, что здесь уделяется огромное внимание не героям Отечественной войны, не национальным дивизиям, типа Таганрогской и другим, а именно, значит, роли бакинской нефти и роли бакинской промышленности, которые, значит, и население Азербайджана, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Как сын фронтовика, значит, я посвятил эту книгу памяти своего отца, который участвовал не только в Великой Отечественной войне в 1941-1945 году. Он еще участвовал в войне на озере Хасан в компании Халкингол в 1939-1940 году. После этого участвовал в 1941-1945 году в Великой Отечественной войне, получил ранение и с осколком глубоко засевшего его тела, с осколком так и умер в 1989 году. И после войны работал в области нефтяного машиностроения и был один из крупных специалистов в Азербайджане и в СССР. Затем выступил капитан первого ранга в отставке Виктор Титович Татаренко, который рассказал о своей художественно-документальной трилогии, посвященной Первой Карабахской войне, о судьбах жителей Азербайджана разных национальностей, столкнувшихся с невыносимыми трудностями, лишениями, потерями, об их чувствах, любви и ненависти к врагам, принесшим бедствия. Красной нитью через всю книгу проходят испытания, навалившиеся на героев Ферангиз и Ханлара, но сильная любовь помогла им перенести все невзгоды, тяжести, расставания, ранения через все годы войны, но герои выдержали. В 2021 году после Второй Карабахской войне автор внес дополнение в книгу и переиздал, внеся факты героизма героев их сослуживцев. Что увеличило круг читателей, причем не только в Азербайджане, но и во многих регионах России и странах мира. Недавно в свет вышла книга «Ферангиз и Ханлар». Это второе издание, и оно написано сейчас по горячему следу «Итогов Второй войны Карабахской 2020 года». Эта книга основана на реальных событиях. Ферангиз воевала на земле, Ханлар в небе, и судьба их соединила, и они в перерывах между боями поженились. И вместе в последнее время громили врага на вертолете. Он в качестве командира вертолета, а он командир полка был, а она в качестве бортстрелка. Их три раза сбивали, машина падала в бездну, но сила в духа и любовь сохранила им жизнь. В заключении Виктор Титович наградил Эльшана Ибрагимова орденом долг и честь. В своей ответной речи Эльшан Ибрагимов поблагодарил за оценку его деятельности, за почетную награду. Которая принадлежит всей сплоченной команде энтузиастов региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области, особе направления. Хочу выразить благодарность руководству павильона Азербайджан ВДНХ за предоставленную возможность презентовать здесь книги наших авторов. Здесь сегодня мы презентовали две книги. Первая книга «Азербайджан. В год Великой Отечественной войны», так как сегодня День памяти и скорби в России. А вторая книга, это уже посвященная Карабахске, книга посвященная Карабахске в войне Виктора Титовича Татаренко, друга нашего народа, заместителя и руководителя русской общины Азербайджана. Презентация, я думаю, что получилась, очень много интересных людей пришло. Еще раз благодарю всех присутствующих. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...